Первая серия исторической эпопеи Тобол собрала у экранов страны около 7 миллионов зрителей. Но они, кроме захватывающего сюжета, увидели еще и туристический и исторический потенциал Тобольска. Дошедший до наших дней архитектура зодчего Симона Ремезова, деревянный Тобольск начала 18 века, воссозданный для съемок сериала на основе исторических документов дом губернатора Гагарина, а еще сибирская Венеция на РТШ с кораблями из Китая, шелковый путь и посуда. Мы стремились его пробудить в нашем фильме, чтобы именно интерес нашего зрителя к истории не в основном, хотя это, еще раз говорю, это художественное произведение, но исторические факты и на 90% это реальная история нашей страны. Интерес пробудился такой, что пришлось подключаться даже ученым. Они подтвердили историческую достоверность сериала. Всегда имеет право и, конечно, должно быть некоторое художественное допущение. И в этом смысле я всегда защищаю создателей фильма, которые ответственно подошли к материалу, ознакомились с документами, ознакомились с картами. Тут мы никаких претензий предъявить не можем. Тобляки с трепетом смотрели каждую серию. Кто-то интересовался историей сибирского города, а кто-то искал себя на экране. Я еще снималась, когда съемки проходили за городом зимой. У нас были костюмы, у нас был грим полностью, так что нам очень понравилось. Для нас, для Тоболяков, познавательный. Тем, что больше узнали про Ремезова, допустим, про Гагарина. Некоторые, может быть, и не знали, как сказать, и не слышали, может быть, даже про Тобольск. Но сейчас будут знать, что в Сибири есть такой город и Кремль единственный. Я книгу читала и Тобол посмотрела. Ну, конечно, здорово. Артисты так хорошо играли, и все это очень хорошо. Мне понравилось. Сражение мне запомнилось. Необычное прямо. Как будто вот так оно и на самом деле все происходит, когда они с жугарами-то воевали. По всей России интерес зрителя был настолько высокий, что люди по кадрам разбирали практически каждую сцену. И прошла вот тут у нас сцена, пьяный сибирский генерал выходит из церкви, и мы тут слышим, такого не было. Так вот, был целый указ Петра Первого, специально запрещающий пьяными ходить в церкви. Значит, это было, раз дошло до указа царского, значит, это было повсеместно, поэтому мы ничего тут не придумали. Но история на этом не заканчивается, ведь скоро на сибирской земле начнутся съемки нового исторического сериала «Романовы преданности предательства». И богатая история Тобольска вновь будет на всех экранах страны. Шамиль Гуриев, Михаил Куричко, Тобольское время.